Жить в самом центре древнего города, на изолированном уголке природы, да еще и с видом на древний Кремль с крыльца собственного дома, с цветником и садом. Это ли не мечта? Однако реальная жизнь на острове далека от сказки. Если на минутку представить, что вы туристы, внезапно оказались на острове, скорее всего у вас не возникнет ощущения, что вы находитесь в современном крупном областном центре. Покосившиеся домики, заросли бурьяна, пыльная грунтовая дорога, которая проходима исключительно в сухую погоду. Начнем с того, что у нас вообще отсутствуют дороги, да. Вот сейчас сухо, да, еще можно пройти. Ну, представьте, что творится здесь вот после дождя, да. Это лужи, это постоянно выходишь в город по колено в грязи. Пройти также через мост, да, вы, конечно, его снимете, там невозможно, там болото, он кривой. 80% стариков. Поэтому мосту они вообще не могут проходить. Когда-то давно старожилы рассказывают, что прямо из окон домов было видно, как мама возвращается из города с продуктами. Набережная Кремля была видна из окон. Сейчас все поросло деревьями. Все эти дома, не только вот 14-15-й хотели, надо переводить в аварийные, как бы под документом. И решать вопрос не только двух-трех домов, наверное, вопрос острова. Потому что вот они, внучата, помаши, тут мама может будет нас глядеть. В том плане, что носить продукты, магазины нет, конечно, сложно. Даже и мамам, которые вот с колясками и прочее, хоть и дорога есть, но дорогу вы, наверное, видели, что вся заросла. Там уже как бы тоже проблематично. Да и мост через Трубеж был единственной дорогой сюда. Сейчас заехать в микрорайон можно со стороны Солнечной. Проложено около километра дороги, на которую тоже давно никто не обращает внимание. Ее не окашивают, да и актуальна она исключительно для тех, у кого есть личный транспорт. Островитяне давно мечтают о том, чтобы сюда к повороту заезжала маршрутка, хотя бы утром и вечером. Вечерами дорога не освещена, и передвигаться по ней не всегда безопасно. Попасть на остров можно двумя путями. По заросшей дороге от Солнечной, однако, не у каждого островитянина есть личный транспорт. Либо спустившись от Кремля и миновав понтонный мост. Через Трубеж, которая когда-то была судоходной, а нынче превратилась в заросшее болото. Понтонный мост вызывает вопросы не только своим внешним видом. Неоднократно местные жители калечились, спускаясь и поднимаясь по этим лестницам и покореженным понтоном. Тут можно было давно бы сделать, он бы копейки для города обошелся, какой-нибудь пешеходный мостик ажурный. Но лучше было вот лестницу им соорудить, склепать. И эти понтоны перетаскивать, ремонтировать. Когда один раз поставил этот мостик ажурный и все в ажуре. Претендуя на звание туристического центра, Рязань, между тем, не может похвастаться набережной в городе. Хотя оформить Трубеж и превратить ее из нынешнего болота в некую изюминку рядом с Кремлем, казалось бы, не так сложно. В свое время я, значит, проехал от центрального Россия, города центральной России, где есть реки, там взять, Ярославль, допустим, да, набережная 10 километров. Она в убранстве. Орел взять, да, все в мраморе, все речки, набережные в мраморе, где можно отдохнуть. У нас в Рязани набережную всего 500 метров, ее не могут сделать, здесь пройти нельзя. Я не знаю, как тут туристам посмотреть. Развивают туризм, а туристам посмотреть не на что, только на болото, на грязь и на бездорожье, на Рязанское. Татьяна Акимовна живет в своем доме с рождения, с 1949 года. Частенько живописный старинный домик, окна с наличниками и чудесные цветники, созданные руками местных жителей, а также контрастный фон прекрасный Рязанский Кремль вдохновляли художников. С кистями, красками и мольбертами приходят на остров молодые и уже солидные живописцы. Но мало кто из них догадывается, что дом дышит наладан. Например, подпорка у стены сооружена жильцами, чтобы дом просто не рухнул, как карточный. Вдохновляет и архитектура других домов, скажем, вот этот номер 14. Он великолепен и не может не вызывать восхищения у тех, кто не лишен художественного вкуса и любит старину. Но дом еще в 88 году прошлого века признали ветхим, а расселить обещали к 1995. Но с тех пор прошло уже не одно десятилетие, а двухэтажка так и стоит, без удобств, с текущей крышей и дырявыми стенами. Напомню, 21 век мы в самом центре города, который претендует на звание туристического центра, возле дома, который еще в 88 году был признан ветхим. Удобств здесь нет, до туалета 500 метров, а чтобы помыться, жители сооружают вот такие душевые, которыми пользоваться можно между тем только летом. Зимой приходится ходить в баню. Местные жители признают, жить на острове большая удача. И вряд ли кто-то из них так мечтал бы покинуть этот чудесный уголок, будь здесь хоть мало-мальски пригодные для жития условия. Чтобы квартира тут была на этом месте. К настоящему моменту на острове проживают чуть больше 200 человек. Когда-то их было полтысячи. Те, кто имел возможность переехать, переехали. Остались в основном пожилые люди и те, чье финансовое положение не позволяет сменить жилье. Живем в никаких условиях. Воды горячей нет, туалетов нет, ничего нет, кроме холодной воды. Дома все рушатся, крыши текут, крыльцо разваливается, фундамент никакой, нижние венцы все гнилые абсолютно. Как жить в таких условиях? Многодетные семьи здесь живут. Здесь живут ветераны войны, ветераны афгана. И никого это не волнует вообще. Местные жители небезосновательно считают, что о них попросту забыли. Дороги нет, магазина тоже нет. Продукты можно купить только в городе. За благоустройством улиц никто не следит, хотя остров и прикреплен к ЖЭУ-20 и люди исправно платят за обслуживание жилья. В ЖЭУ мы, кстати, не дозвонились. Много раз на памяти местных жителей менялись градоправители. Каждый обещал расселить или привести район в порядок, сделать из острова туристическое место, но воз и ныне там. Ветхие дома с каждым годом все хуже, трубишь все больше напоминает болото, а понтонный мост не просто выглядит непрезентабельно, но опасен для здоровья. Надежда островитян, между тем, жива. Они верят, что в сентябре, когда выберут нового губернатора, на них, наконец, обратят внимание. И судьба забытого острова решится.